Девушки отдыхают. А вот если, допустим, просто в разговоре человек вот новый или, ну вот не новый, но вот здесь там, вспомни, а вот просто в процессе, вот как тут получается. А все это не получилось. Нет, ну вы же, нет, ну вы же на работе, ну не получается. То есть ты как бы выключаешься и хочешь там что-то такое, как бы, ваша Маня сколько-то, скажем так. Как вот этот процесс, не вспоминая, что было, скажем так. Мне кажется, что Саша сейчас хочет ответить. Отвечаю. Ну ты сейчас рассказываешь, у тебя эмоция какая-то есть. Я просто подошел, положил руку на твою позитивную эмоцию и все. Когда мне нужно вызвать твою позитивную эмоцию, я подхожу, ложу эту же руку в то же самое место, у тебя она возникает. Опа! Смотря в какое место, Саша. Смотря в какое место, Саша. Смотря в кого-нибудь. Смотря в кого-нибудь. То есть просто, да, положил себе там. Положил, положил там. Все. Все так просто. Ну, Рада, ты получила ответ на этот вопрос? Ну да. Попробую. Хорошо. Что я сейчас делаю с Сикой первым? Кто? Попробую. Попробую. Вам? Получила 5 лет или не получила? Почему это сейчас не происходит? Потому что в тот момент, когда она переживала какую-то мою эмоцию, на то, что сказала, что Саша, я просто хитрый взял и сделал так. Вот так сделал, почему-то, и все. Потому что ничего не делал, да? Да тут меняется ее калибровка. Светика, инертно. И пока вот состояние запустится. И все. Я же не просил ни о чем вспомнить, правда? Прямо сейчас. Ну да. Ответил на вопрос? Хорошо. Еще что заметил? Какие интересности? Что произошло? Поделитесь. То есть, например, какие-то, например, происходящие, да, по-любому, прикосновения, все, и когда, ну, это повторяется очень часто, то есть это немножко даже напрягает. Я точно сейчас напрягся. Я точно сейчас напрягся, потому что я не понял, что кого напрягает? Именно, например, прикосновения или еще что-нибудь определенное, да? Одно и те же. То есть когда происходит, то есть как-то вот, ну, раз-два, а потом уже начинают брыть. Что происходит? Важное наблюдение, просто чуть-чуть путанное объясненное. Что происходит? Привод восстановлен. Происходит якорение другого состояния. Смотрите, если состояние просто менялось, и уже к этому моменту, оно же волнообразно, оно туда-сюда, туда-сюда. И есть всегда, ну, как бы, риск, что в следующий раз вы сунете и за якори не то состояние. То есть здесь возникает вопрос, что якорится больше? Мое прикосновение, если я ставил кинестерический якорь, и я воспроизведу то состояние, которое было? Или я поставлю якорь на новое состояние? Понятно, да, о чем я говорю? И если новое состояние окажется сильнее, то... То вы просто тот якорь поменяли на этот якорь. Я Алекс вам очень красиво сейчас об этом рассказывал. Да. Как это сказать? Именно об этом, да? Хорошо. То есть, о чем это говорит? О том, что всякий раз, когда вы ставите якорь, это опыт. Нет какого-то такого постулата четкого совершенного. Есть наблюдение, что работает вот эта схема. И есть понимание, что есть стимул и есть реакция. Так как это сработает в вашем случае, всегда поверяйте. Хорошо. Давайте двигаться дальше. Сейчас вы увидели самую-самую простую штуку. Самый простой тип якоря. И мы с вами выяснили, что якоря бывают какие? Давайте напишем. Визуальные, аудиальные и эстетические. Но чаще они какие? Чаще они сборки. Слышали такое пространственное якоря? Пространственное якорь. Что такое пространственное якорь? Почему, я говорю, на эти стулья они садятся? Почему вы, когда возвращаетесь с перерыва, все садитесь на свои прежние места? Это что? Это что здесь? Это уже якорь. А, это же якорь. Это якорь, на самом деле. Совершенно верно. Есть даже целое учение, это в работе с аудиторией, что в зависимости от типа психической деятельности, в зависимости от типа слушателя, он занимает позицию где-то либо прямо перед тренером, либо справа от тренера, либо слева, либо спереди, либо сзади. То есть, когда вы приходите, первый раз здесь рассаживаетесь, мы уже думаем, что мы кое-что можем знать о том человеке, который где-то занял своё место. Потому что он якорит своё состояние в аудитории, своё состояние слушателя каким-то образом. Да? Получается, я вам задал такую ситуацию, что когда люди, ну группы меняются, есть преподаватели, а меняются группы. И то есть как бы люди, ну пришедшие, они занимают по темпераменту, по всему, то есть занимают те же места, которые занимали другие люди. То есть как-то вот они, ну уже начинаешь смеяться, когда там группы одна-за-два меняются, а люди по типажу, по каким-то своим... Рассаживаются на те же места. Рассаживаются на те же места и так же себя ведут. Пространственный лекаря. Какой ещё пример вы тогда бы привести? Ну, наверное, ехать на машине по определенным... Ехать на машине, да. ...пункт АУБ, пункт Б. Ещё. Вот, то есть... Дома. А спать на правом боку или на левом? Франшурка. Нет, нет, пространство нет. А спать на левом или на правом, это кинестетика. Ну, а вот кровать на стороне? Вы тоже? Вы не на макууме? Нет, а ты имеешь в виду на правой стороне кинестетика. Право-лево – это пространство. Да, пространство, да. Это водолететь. Ещё. Ещё пространство нет. У меня привычки. Все думают, что на своём месте стоит. Это пространство, чем улёт. Ну, конечно, допустим, ну там, в субботу или какой-то досуг, ты звонишь постоянно одному и тому же человеку и... Это пространство нет. Нет, пространство нет. Нет, пространство нет. Если вы занимаетесь этому человеку, и вы, например, занимаете задний ряд в кинотерапии, вот это пространство нет. Ты ещё только названиваешься. А когда ты названиваешься, то это какой якорь? Аудиальный. Аудиальный. Нет, прийти кинестетическому. А может быть кинестетическим, а с голосом? Это же якорь. Черезвизуальный. А когда Павел говорит что-то в таком месте, а до этого он говорил этим голосом что-нибудь там в кинотеатре, по задним лёдам. Да? То это совершенно точно. Идеальный яхар. Хорошо. Вот только что я Павлу поставил яхарь на что? На интерес. Посмотрите на него. На интерес. Посмотрите, что он делает, да? Вот так легко ставить якорь на интерес. Кинем ставят вам якоря на интерес? По-любому, совершенно верно. А используют этот якорь? Конечно, используют. Потому что одно из состояний, которое вы уже знаете, это состояние обучения или интереса. Если бы мы вместе не ставили вам якоря на интерес, то вам бы сложнее было бы воспринимать информацию. Конечно. И это только вторая ступень. Он уже экологичный. Ну да. Мы по крайней мере стараемся. Саша, хотел вопрос. Сейчас секунду. Не вопрос, а пространственный. Постоянно утром на работу идёшь, возвращаешься с работы по одной и той же дороге, а не по какой-то другой. Некоторые говорят, меняйте дорогу, ходите другими путями. Чем чаще вы меняете дорогу? Чем чаще вы меняете дорогу? Совершенно верно. Чем больше у вас вариантов? Потому что вы действуете в рамках одного шаблона. Дома. Знаете, как говорят? Прошу человека, что у тебя нового? Да ничего нового. Дома работа, работа дома. Предсказуемость. Даже более того, вообще как бы замыливается взгляд. Вообще совершенно ничего нового мы не видим. Стоит немножко... Идейцы говорят, что всегда засыпать в совершенно новом месте. Даже если это нартовать, нужно менять постоянно местоположение. Поперёк. Поперёк. Я, когда была студентка, пробовала так. Родители, конечно, очень сильно находили меня утром. Ну там, какой-то странный поперёк, по диагонали и так далее. Это здорово проследлять, потому что ты просыпаешься и всё совсем не так. Вообще не так. Здоровые люди находятся в ослабленном состоянии жизненности. И от этого не страдают. Почему это сейчас? Ну слабое состояние жизненности. То есть ему... Вот он ходит туда-сюда всю жизнь. Да, да. И это... Как бы вы и не напрягает. Он привыкает к этому состоянию. Но это истощает, с другой стороны, нас эмоционально даже, да? Вот всем, наверное, знакомо это чувство, когда всё одно и то же. Не хочется уже, да. Хочется что-то нового. И человек начинает себя искусственно искать праздник. Очень важный пространственный якость из тех, кто пробовал ораторство. Из тех, кто пробовал выступать со сцены. Выступать перед аудиторией. Это мощнейший пространственный якость. Когда ты выходишь туда, да? И ты видишь перед собой, ну например, вот для меня, да, пространственный якость. Я выхожу на эту сцену, и сцена заканчивается. Там дальше яма, большущая артистовая. А дальше темно. И тебе в рожу светят софиты со страшной силой, да? А там, вот как бы никого нет. Потом, когда ты привыкаешь, ты видишь лица там где-то в первых рядах. До седьмого, до девятого. Потом привыкаешь дальше. И потом ты только слышишь какую-нибудь реакцию на то, что ты сделал. Перед выходом. Там живые, да? Да. Вот до выхода у тебя, для тебя какие? Перед тем, как ты вышел туда. Страх перед аудиторией. Страх перед аудиторией. Вот пространственный якорь для нас, совершенно точно. Мы находимся здесь. Это пространственный якорь. Вот очень много таких примеров, да? Мы сейчас не будем на них останавливаться, потому что у нас много интересного впереди еще. Визуальные, аудиальные, киностатические и пространственные. Хотя иногда вы можете услышать, что пространственный якорь это все-таки ближе к визуальному. То, что мы видим, так или иначе. Когда греющие все на своих местах, это то, что мы их там находим как-то. То, что какое-то место, да, то это фактически вы его просто видите. Пространственный якорь это просто частный случай визуальный. Вопрос. Да. Мне кажется, что пространство, оно и ко всем находится. То есть даже когда можно, ты будешь на компьютере чуть-чуть повернуть, и не на своих местах, не так слышишь. Даже пространство. Если такое по-другому, то есть вот так чувствуешь. Очень просто. Пространство, имеется в виду изменение меня, моего места расположения в пространстве. Вот это пространственное. Хорошо. Что еще можно делать с якорями? Ух, с якорями много чего можно делать. Ну, а мы сначала покажем, да? Ну, конечно, покажем. Сначала покажем. Кто хочет участвовать? Добровольцы, да. Хорошо. Не то, что я подумала. Ну, я не знаю, что вы подумали. Это правильный вопрос. Нужен добровольец, у которого есть желание изменить отношение к чему-то. К чему-то. Например... Например, кто-то любит, знаете, есть люди, любят кушать, например, мороженое и любят пить молоко. Случается такое? Какая непереносимость, например, к продуктам? Или отношение к человеку какому-то? Вот этот нравится, а этот не очень. Это что? Что же это все такое? Это черносливое. Это надо. Это очень сложно. Скажи, что? Черносливое. Не любишь? Вообще не переворю. А хочешь что? Ну... Хочу. Я думал бы новое. Я понимаю это, конечно, когда ты понимаешь, что ты не переворяешься в нос. Хочем, значит, в нас. Зачем тебе это меня? Скажи. Ну, полезно. Полезно. Да. Продукт гибнет. Хорошо. А у кого еще? Скажите. Эмоциональные моменты. Можно? Например? Например, допустим, мы уже говорили по поводу чего-то моментального. Возникла какая-то ситуация, на которой хочется агрессивно ответить. Михаил, конкретно. Сейчас чем конкретнее. Сейчас вот в этой демонстрации нужно будет озвучить контекст. Какие-то претензии необоснованные. Кому? Ко мне. Ко мне. Необоснованные претензии, на которые реагируют точно так же, если он кем-то негативным. Также необоснованные. Ну, почему? Смотришь, ты с точки зрения обоснованного. Ну, конечно. Я говорю, с моей точки зрения. Я понял. Я субъективно. Спасибо. Позвучивайте еще. Не, я не могу смотреть там. Нет. Никто не смотрит. Заметьте, никто уже не смотрит, а ты не мучаешься. В записи, да? Не можем смотреть. Например, уверенно себя вести в определенных ситуациях, допустим, в работе с клиентами. То есть, ты бы хотел это изменить. Но я бы хотел более уверенно вести себя. Бывают просто моменты, когда… Давайте изменить. У меня есть состояние А, я хочу изменить его на состояние Б. Да, Марина. Что еще? Скажи. Изменить отношение к человеку, когда просто раздражает. И непонятно точнее. А хочешь, чтобы что было? Чтобы не раздражал. А что? Ну, нормально к нему относиться, общаться, так как этот человек, я с ним работаю. Смотри, какая штука. Ты говоришь, я хочу, чтобы он меня… Он меня сейчас раздражает. Он. Он раздражает. Да. А ты хочешь к нему нормально относиться. Но он при этом будет продолжать тебя раздражать. Чтобы он меня не раздражал. Не раздражал? А что делать? Он тебя. По-прежнему он тебя. Что он тебя теперь должен сделать? Не раздражает. Не раздражает. Уважать. Какое время? Уважать, да. Уважать. То есть раньше раздражал? Уважать мою работу. А теперь должен уважать. Мой клад. А как ты здесь? Уважать. Смотри. Там есть человек. Он тебя раздражает. Он тебя должен уважать. А что с тобой происходит? Уважать. Уважать. Где ты? В смысле? Где я? Мы тоже понимаем. В смысле? Где ты? В смысле? Где ты? По-моему, все нужно сделать он. Пусть. Пойди ему поставь я хоть на уважение сейчас. Угу. Ты дай здесь плечок. Хорошо. Дай мне. Не поднимал. Кто еще поднимал? Кто еще? Ну, учиться хотя бы. Полюбить. Ну, так я неохотно учусь и неохотно воспринимаюсь. Хочу научиться любить учиться. Хочу любить учиться. Я хочу, чтобы не было у меня состояния тревожности. Вот у меня часто возникает много снов. А чтобы какое было? Ну, было более положительное. Более спокойное. Угу. Сессия. Скоро она отбегается. Учиться не хочет. Магнитно — это все. Более спокойно. Все. Более. эмоции. Расскажу тебе официально про людей. Нет. Тупо людей. А ведь это не негативная эмоция, это замечательное состояние. Просто нужно уметь управлять этим. А вот негативное состояние. Минуточку. Что? Вот для общения с некоторыми людьми по работе, то возникает такое сильное негативное. Чувство гнева возникает. Я бы там задушила бы, порвала бы на куски вот такого состояния. А потом бы... Да, сейчас. Чтобы на определенных людей бы приносить. Конкретно. А хочешь, чтобы как было? Ну, получается, как бы... Как объяснить? Ну, это, допустим, было нормально. А потом, получилось, какой-то сдвиг произошел. Даже не знаю, по какой причине и у кого. И получается, как бы вот такая вот сильная неприязнь такая возникла. Вот я как бы сейчас не могу... Ну, как ты хочешь относиться к этому человеку? Ну, нормально. Нормально. Я бы не закончил работу, скажем так.